как роботы изменит представление россиян о времени бизнес-экономика. 12.12.16 апреля 2019 Партнерский материал Искусственный интеллект Уже реальность как роботы изменит представление россиян о времени. Фото. Шаттерсток. 20 лет прошло с тех пор, как Билл Гейтс, один из основателей Майкрософт, сказал, что в будущем на рынке будут два вида компаний, те, кто в интернете, и те, кто вышел из бизнеса. Справедливо, но некоторые компании не могут вести деятельность только в интернете, например, логистические. Однако и они, как ни странно, могут быть настоящими локомотивами диджитализации рынка. Лента.ру поговорила с Фаридом Мадани, генеральным директором транспортной компании Деловые линии и узнала, как изменится рынок грузоперевозок благодаря роботам и искусственному интеллекту. Что происходило на рынке грузоперевозок в последний год и какие у вас прогнозы на текущий? На рынке становится все меньше серых компаний. Процесс продвигается и снизу через компании клиентов, которые не могут позволить себе сотрудничать с подозрительным контрагентом, вызывая вопросы контролирующих органов, и сверху Минтранс планирует запустить единую цифровую платформу транспортного комплекса к концу 2019 года. Государству это позволит усилить контроль за соблюдением законодательства, а перевозчики смогут оптимизировать маршруты и ускорить доставку. И это подводит нас к цифровизации. Цифровизация, или диджитализация системы экономических отношений, основанная на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Лента.ру Если какое-то время назад она была необязательной, а для кого-то еще и пугающей, то сейчас она совершенно естественна и необходима для рынка. К тому же позиция государственных органов способствует переходу на цифровые рельсы. Есть примечательная деталь – лидеры отрасли, существенно опередившие меньших компаний, давно и системно вкладываются в цифровизацию. В чем проявляется тренд на цифровизацию? Наглядное проявление процесса появления грузовых агрегаторов. В целом цифровизация позволяет более эффективно использовать массивы данных для создания новых сервисов, индивидуальных предложений и аналитических отчетов для клиентов. Много о цифровизации, о разных сервисах мы будем говорить на международной выставке TransRussia, которая пройдет 15-18 апреля в Москве. Мы примем участие в ней как одни из лидеров отрасли. Фото – деловые линии. В перспективе цифровизация может снизить стоимость перевозок. В перспективе это очень правильное уточнение. С одной стороны, действительно, внедрение тех или иных решений дает ощутимую экономию денег и времени. Это на 25-35% быстрее и дешевле. Однако нельзя забывать, что в эти решения были вложены сотни тысяч, иногда миллионы долларов. Поэтому мгновенного снижения стоимости услуг быть не может. Все это способствует росту рынка. Если посмотреть на данные Ростата за 2018 год, можно обнаружить весьма скромный рост. Грузооборот автотранспорта измеряется в тоннах на километр дороги, вырос на 2,3%, в показателях тоннажа меньше на 1,8%. Но важно учитывать, что показатели отличаются от округа к округу и неравномерны от компании к компании. То есть даже на медленно растущем рынке в масштабах страны у некоторых грузоперевозчиков прекрасные перспективы роста. И это та самая рука рынка. Клиент голосует своим выбором за качество услуг перевозки. Тонна километр, ТКМ, единица измерения, применяемая при перевозке грузов и объединяющая два показателя, количество тонн груза и расстояние в километрах. То есть 2 тонны груза, перевезенные на 2 километра, это 4 тонны километра. Лента.ру В 2018 году рынок интернет-торговли вырос почти на 190 миллиардов рублей, теперь он составляет 1,15 триллиона в сегменте В2С. Как на ваш бизнес влияет интернет-торговля? Это один из локомотивов логистической отрасли. Несмотря на огромные цифры, здесь все еще есть огромный потенциал роста. По прогнозам, к 2023 году объем рынка интернет-торговли достигнет 2,4 триллиона рублей. Решение клиента о покупке в интернет-магазине напрямую зависит от скорости доставки, поэтому мы внедряем разные сервисы, расширяем сеть складов, совершенствуем складскую обработку и делаем комплексные предложения для клиентов, не ограничиваемся курьерской доставкой. Какие еще вызовы стоят перед отраслью? Фото, деловые линии. Найти профессионального водителя сложно. Это настоящая головная боль всех участников рынка, и не только в России. Профессия быстро стареет, приток молодежи довольно мал. При этом водители должны быть на ты как минимум со специальными приложениями в смартфонах. В России нет законодательных профессиональных стандартов водителей категории Е, поэтому логистическим компаниям приходится решать проблему самостоятельно, организуя специальные курсы повышения квалификации. Это не только особенности управления фурой в тех или иных погодных и природных условиях, но и навыки экономически эффективного вождения для того, чтобы зря не переводить топливо. Мы гордимся тем, что стали самой настоящей кузницы кадров в России, а наша обучающая программа для водителей одна из лучших в стране. Есть ли смысл вкладываться в обучение водителей, если мы стоим на пороге эры беспилотников? Я отношу себя к оптимистам. Но если трезво смотреть на вещи, переход на беспилотники произойдет еще очень нескоро. По самым скромным оценкам, еще лет 15 грузы будут возить люди. Нужно развивать дорожную инфраструктуру, создавать беспилотные автопарки, подготавливать законодательную базу, как регулировать и квалифицировать ДТП, разграничивать ответственность и так далее. Много работы. Иными словами, мысленно мы в беспилотном будущем, а в реальности сотовый сигнал не везде есть. Так что 15 лет – это самый оптимистичный сценарий для относительно массового внедрения беспилотников. Но элементы искусственного интеллекта уже реальность, и мы планируем развивать робототехнику. Нашим главным фокусом по-прежнему остается удобство для клиента, сохранность грузов и соблюдение сроков их доставки, а новые технологии позволяют это обеспечить.